Маркиз, вылазь! Маркиз! Вот ты выглядываешь туда. Вылезай, пойдем купаться. У всех искупали, остался один Маркиз. Только вытащили, он спрятался. Купаться не желает. Ни в какую. Маркиз, вылазь, пойдем купаться. Маркиз, спрятался под стул. Сидит на мешках сену. Маркиз, вылазь. Маркиз. Вот ты выглядываешь туда. Вылезай, пойдем купаться. Вылезай, пойдем купаться. Пойдем, мой хороший. Пойдем, мой мальчик, пойдем, мой хороший. Не хочешь купаться? Ну, вылезай, не будем купаться тогда. Вылезай, вылезай, не бойся. Вылезай. Чего ты под стол спрятался? Как маленький. Да? Не хочешь. Маркиз, сделай прическу. Вот кто там. Я поползаю. Репетиция, мой трюк новый. Ты ко мне идешь. Маркиз. Это Маркиз делает. Что он делает? Он зеркало видит. Ну, зачем ты ему поставил? Погладь. Погладь. Какой хороший попугайчик. Ой, какой хороший маркизушка, да. А что будем делать дальше? Молодец. Парикмахер. А что у тебя все зеленое? Сейчас будем купать маркиза. Итак, как я говорила уже. Ну, оперение у него розоватое. Хохол ярко-розовый. Давай. Да. Он вообще купание любит. Сейчас хохол, крылья сам поднимает. Чтобы и под крылышками. Будет поворачиваться попой. Вот. Это купание маркиза. Причем оперение у него сейчас станет более ярко-розовым. Вот так купается маркиз. Ну, вот. Оперение уже начала приобретать такую окраску более розовую. Так-то он белый с розоватым оттенком. Только хохол ярко-розовый. Но когда ты его купаешь, все, оперение становится ярко-розовым. Ну, естественно, полностью везде он попу подставляет. Попу тоже помыть надо. Также раствор ромашки. Не концентрированный. Он разбавленный кипяченой водой. Вода теплая должна быть. Ну, хотя бы градусов 40 примерно. Потому что... Ой, ну, ты все забрызгал, да. Потому что, когда опрыскивает, ну, естественно, вода остывает. Чтобы попугай не замерз, не простыл. Ну, плюс работает обязательно обогреватель для дома тепло. Ну, чтобы не было никаких простуд. Все порточки закрыты, все двери закрыты. Как и все животные, сквозняков мы боимся. Да. Ну, ты все обрызгал. Да. Да, вот видите, да? Оперение уже становится более розовым. То есть охол ярко-розовым. Вот Ленька началась уже. Сразу скажу, чтобы не было... Это не ободранный попугай. Просто новые перья. Идет Ленька, растут новые перья. Старые выпадают. Это нормальный процесс. И мокрая курица. Ты мокрый попугай. Маркиз. Да, 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 да. Ты доволен? Тебя искупали, искупали, да. Тебя искупали. Нам подарили букет. Мы вчера на программе были. И вот так Маркиз возвращает букет. Вот вам, пожалуйста. Цветы для попугая называются. Да, Маркиз? Что, вкусно? Маркиз. Он когда-то не ест, он просто их разгрызает. Желтенький цвекочек. У него еще покой. Нет, красный больше не нравится. Или желтый. Нет, желтый. Что ты сделал с букетом? Называется завтра 1 сентября. Подарочек. От попугая. Маркиз. Подарочек от попугая называется. Так что, уважаемые друзья. На программах нам лучше не дарить букеты, а фрукты. Изучает называется. Не знаю. Хотя у него там полно еды. Но вот этот букет его прелешает гораздо больше. Ну, как и всегда, выедает внутренности. Съедает их. А оболочку он, получается, не ест. Ну вот, морковка, которую он выел уже. Закончил. Все, он в дом собрался. Эй, ты пол моешь? Маркиз. Ты пол моешь? Иди. Ты прыгать собрался? Не надо прыгать. Косолапый. Маркиз, спас. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Тебе тряпку надо дать, и пол будешь мыть. Да. Тряпку надо дать, и будешь пол мыть. Ты смотришь, что ты делаешь. Замер. Что на одной лапе? Стой куда? Ой, зверь. Молодец. Так, провод только не трогай. Вот есть такое выражение, да, прирученное животное и ручное. То есть прирученное животное, это то, которое, в общем-то, не боится человека, дает тебя погладить, прогуляться с ним, какие-то трюки сделать, выучить. А вот ручное животное, это практически, которое постоянно требует внимания и даже начинает психовать, если мы к другим подходим, или... Ревнует. Да, ревнует очень сильно. Вот маркиз у нас ручной. Мы, в общем-то, долго его тоже приручали, в плане того, что он сильно кусался, так как прошлый хозяин, вернее, позапрошлый хозяин, как бы обращался с ним не очень хорошо. Мы его забрали, у него нет одного пальца на лапе, я не знаю, каким образом это произошло, но, в общем-то, это не мешает ему делать трюки и хорошо цепляться за различные палочки. Вот мы только от него отошли, сразу же первый звук, подойдите ко мне обратно и чешите меня. Причем маркиз предпочитает, скажем так, девушек, женщин, девочек. Он у нас мальчик, вот, ну, он нас давно знает, а вот к мужчинам он относится достаточно осторожно. Только чуть-чуть мы отошли, начинается ор, вернитесь обратно и чешите меня. Оперение у него такое розоватое, ну, вот одна особенность у них есть. Если, вот, когда он купается, да, оперение намокает, и он полностью становится ярко-розовый, вот, как ахол у него, вот такой вот розовый. Причем ест тоже практически все фрукты, орехи, семечки, но больше всего предпочитает огурцы свежие. Причем, вот, семечки из огурцов, вот даже, которые, и очень любит чищенный кедровый орех.